Здравствуйте, это канал Максимадзе и сегодня нас снова ждут моды на игру, когда соседы, которые присылают подписчики или просто гости канала. Погнали! И первый мод, который нас с вами сегодня ждет, просто замечательный мод. Судя по картинкам, ничего тут качественного нет. Давайте включим музыку. Не читаем ничего тут. Вырубаем это нафиг, потому что это запрещено на нашем канале. Моды ватафак. Так, что тут? Что тут у нас сверху? Ты слава Мерлоу. Самое время... Ё-моё. Моргенштерн. Почему котика такого сюда? Я люблю вообще-то котиков. Всем доброе утро и удачного дня, трудяги. Автор Свинтус. Выйти из ниши феврального мода. Стартуем, короче говоря, давайте посмотрим. Опять, короче, говномод у нас сегодня. Мы не будем, конечно, это все проходить, мы просто посмотрим, что кого тут. Короче. Ну, давайте обучалку даже посмотрим. Короче, первый уровень всего лишь туториал, где нужно ходить. Поэтому я решил усложнить этот левел и сделал лимит времени 16 секунд. Думаю, ты пройдешь. Там все легко. Да ну ты че. Так, ну зашибись. Короче, что по новостям, вот, хочу сказать. Есть новостей немного. Вот помните игру Neighbors Back From Hell? Ремастер, который... Ну, не прошли, ну и пофигу. Так... Так вот, разработчики, яички Nordic, объявили о выходе этого ремастера на мобильных устройствах. То есть, на Android и iOS. Об этом мне написал один мой подписчик в комментариях. Я сразу же начал искать в интернете. Ох, ё-моё. Это же время забагованное. А двери вроде бы закрыты. А сосед в какой комнате тогда? Погодите, а почему время тут идет в минусе? Как-то странно немного. Короче. В Google Play оказывается... Игра уже есть в Google Play. Она еще не вышла, но она есть в Google Play. Там есть кнопка зарегистрироваться. То есть... Если нажмешь... Ого, нифига тут... Тут неровности какие-то, по-моему. Прикольно, прикольно сделано с неровностями на самом-то деле. То есть, если нажать на регистрацию, то когда игра выйдет, мы получим об этом уведомлении. Также можно сделать так, чтобы... При после выхода игра сама установилась на телефон. Или на другое устройство. Как странно. Почему? Да, странно. Вот вообще очень странно. Ну и все. Так вот, короче. Там в Google Play нигде не написано, когда именно выйдет игра. Но у одного ютубера... Куда он... Куда сосед пошел? У одного ю... Один ютубер какой-то там, я его видел. Говорил, что она выйдет 3 августа. 3 августа выйдет на мобильное устройство. Я надеюсь, что это правда. Когда она выйдет, мы, наверное... Я, наверное, даже сниму про это ролик, где мы на эмуляторе, может, играем. Может быть, я даже на смартфоне запишу на своем. Но только... Но там без вебки будет только разве что уже... Наверное, наверное. Не знаю как. Там был трейлер также в Google Play на мобильную версию Neighbors Back From Hell. И... В общем... То, что я там увидел, довольно круто. Графика вроде бы Full HD. Попрямо там. Значит, игра запросто может много есть. Не понял. Куда Вуди пропал? Так. Нам придется... Да ну нафиг, короче. Так. А тут что-то не видно изменений на этих. Смотрите, 0% можно уровень сразу завершать. И мы его пройдем. Так. Тут в отличие от того, что это... Попуга есть. Один подписчик. Рустам Вилли Лайв. Вы, наверное, его знаете. Очень хорошо знаете. Под каждым видео пишет. Что-нибудь... Такое... Интересное. Так вот. Я ему эту новость рассказывал. Про то, что Neighbors Back From Hell на Android выйдет. И, знаете... Блин. Забыл клей взять. Давайте тут уровень. А ну да ну нафиг. Так вот. Я ему рассказал. Он, знаете что? Ну, дело в том, что он... Часто тупит и логику не включает. Так вот он расстроился. Ой. Такое лучше бы она не выходила на Android. Ведь ПК-версию все забудут. А с чего вы вдруг ее забудут-то? С чего вы вдруг-то ее забудут? Что это за бред вообще такой? О, нифига. Вот вышел... Вышел же первый и второй сосед на Android. ПК-версию забыли? Нет. А эту, значит, забудут? Я так не думаю. GTA San Andreas, например. Vice City третья. Тоже выходили после ПК и консолей на мобильные устройства. Вы что? ПК-версии консольные забыли, что ли? Вроде бы нет. Так, у нас 316 минут. Конечно же, мы не будем столько записывать видео. Так вот, что у нас тут? Я говорю. Это же круто. Это же круто. Это же круто, что она выйдет на мобилке. Ты че? Наконец-то можно будет играть в нее не только дома, но и в поездках где-нибудь. Там в колледже, в школе. В колледже вот я ездию. В автобусе. В пятерочке там, в которой где-нибудь. Это я уже кругляточная. Это же офигенно. Люди, когда будут дома у себя за компьютером, они будут играть в компьютерную версию. А когда куда-то поедут, будут играть в мобильную версию. Это же классно. Все так делают. Со всеми играми. Ну, он потом, когда я ему это сказал, он понял, конечно. И потом... Ой, я балбис. Че за бред я сказал? Господи, да ты прав. Все такое. Короче, Рустем. Сначала... Сначала подумай внимательно уже. Потом выводы делай. Че тут у нас написано? Лох. Так, нам дают... Двенадцать с половиной часов. Нет, ой. Двенадцать тысяч с половиной минут. Надеюсь, этого вам хватит, чтобы наиграться в кадыце соседа. Ладно. Садим. Короче, ясно тоже. Надо все уровни посмотреть. Чем че различается. Вау. Обалдеть. Рисунок, так рисунок. И судя по скриншотам и трейлеру, там... Я это смотрел? Не, ой, нет. Не то, не то, не то. Судя по скриншотам и трейлеру, игра будет такая же, как и на ПК. Разве что чуть-чуть отличается интерфейс, специально переделанный под мобильную версию. И это... Есть вероятность, что могут быть... Может... Багов может стать больше, а может быть и меньше. Надеюсь, что багов будет меньше. Хотя в мобильной версии оригинального соседа было багов довольно много. Обалдеть. Че такое? Надо все уровни посмотреть, чтобы посмотреть, что они могли напихать сюда. Так, ну, ничего нет. И здесь ничего нет. Или, подождите, нет, есть. Цветок огромный есть. Ну, а больше ничего. А здесь? Че-то над этими уровнями уже ничего никто не старается. Мы все посмотрим, на всякий случай, мало ли че. Понадумали. Но мне кажется, все-таки, что изменений нет больше ни одного. Ультра-мега-хардкор, да что вы говорите. Ясно. Ну, и последний уровень тоже, наверное, ничего там нет. Ясно, 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 ясно. Ну, вот, короче, то, что новость, то, что Rebirthback Chrome Hell выйдет на мобильные устройства, это очень хорошо, это очень хорошая новость. Я думаю, вы с этим согласитесь. Так что будем ждать. И, наверное, мы его обзоры тоже будем ждать. Ну, что ж, как бы нам оценить этот мод? Говномодом мы с вами ставим что? Правильно, крестик. Ну, что ж, у нас есть еще один мод. Давайте пойдем дальше. А следующий мод называется... Я понятия не имею, как он называется. Названия файла нету. Если автор называл название, когда скидывал, я не помню. Вот здесь кусочек веревки, там торчит. Вот так пенюшка. Так. Ладно, давайте посмотрим. Что это за мод такой? На картинке не меняются даже. Ладно. Наш герой Вуди. Уверен, что это Вуди. Подписывайтесь, ставьте лайки. А где название канала? Так. Что у нас тут по отсылочкам? Есть Индрю Сэм. Есть... Я забыл, кто это. А, Макс 007. Хороший, сложный контент. Незаслуженно мало подписчиков. Надеюсь, пройдет этот мод. Так, про Индрю Сэма Штор от Виллер скажет. Индрю Сэм первый, кто согласился на Эда. Хотя аудитория мала, но контент зашибись. Согласен. Согласен. Хотя он, кстати, по-моему, уже как месяц не снимает моды на соседа. Не видно, конечно, но написано. Хороший, прикольный ютубер. Пока, когда соседа, он отличается от всех тем. Что он прикольный, смешной комментатор. Окей. Фотографию. Тут не видно, кто это. Я не знаю. Тут не видно все целиком. И я хотел договориться о моде. Ну ладно. Популярный ютубер по модам. New Adventure самый убогий мод. Это хорошо. Казета про мода. Ни слова. Ни с мод. Ни мода. Ни слова про модов там нет. Так, а тут что? Когда соседа что придумало человечество. Тоже про модов ничего нет. Это Куплинов. Всем известный. Куплинов. Он 100% не пройдет мод. Ну а так. Слишком 18+. Вообще-то он смешной ютубер. Я смотрю его. Он когда соседа проходил один раз на стриме. Ну точнее не проходил, а всего лишь играл. А игра ему не понравилась. Говорит, что... Ну понятно дело, он не смотрел сюжет. У этой игры и... Говорит, что... Что это за игра? Вуди, гад, мудак. Вуди пакостит совершенно невинному соседу. За что страдать? И когда тот проиграл, Куплинов радовался. О, наконец-то получил по заслугам. Вуди. Так, это у нас. Декарт самый странный ютубер тут. А где я? Я где? Я бы... Я был бы рад почитать свои эти... Что про меня он пишет. Ну ладно. Хоть что-то есть. Дальше больше, блин. Ютуб канал. А какой именно ютуб канал? Так, ну тут нету изменений. Здесь тоже, я так понимаю. Что-то не успеваю прочитать, что там написано. Короче, Куплинов там... Несколько серий прошел. Рэхпид. Что-то там. Не понравилось, короче, ему. Не понравилось ему, когда соседы, короче... Чё? Чё, чё? Какой-то странный уровень. Всё напрекосяк. Давайте в кафсе хотя бы спрятаться попытаемся. Чтобы посмотреть, чё на уровне есть. Ммм... Где-то я, по-моему, уже это видел. Нет, ну серьёзно. Я где-то уже это видел, по-моему. И это уровень Мастер Ла Мастер, кстати. И чё, что он прям сразу начинается? Вначале. Нифига. Нифига. И как же это всё проходить? Офигеть. Ой, извините. Всё напрекосяк. Ещё и двери портальные. Но не все, как выясняется. О, тут кафе можно, кстати. Обалдеть. Анимация есть. Прикольно. Круто сделано. Круто, 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 круто. Это Майнкрафт, блин. Фух, да. Капец, у меня кузен трёхлетний уже знает Майнкрафт. Обалдеть. Правда, я ему показывал Супер Марио, 8-битный. Он говорил, что это Майнкрафт. Тоже. А это куда? Дверь ведёт. Вот это прикол. Открываешь дверь, а там сосед. Ладно, давайте сюда следующий уровень. Хорошо, что они тут все открыты. Идёшь, идёшь, дверь на выход, а там сосед заходит. Обалдеть. Вот эту комнату Майнкрафта я реально где-то уже, по-моему, видел. Но что-то я не припомню. Где же я мог её видеть? А где я? Я его не вижу, что-то. А, вот он. Что-то я соседа не видел. А, я уже думал, он сюда пойдёт ко мне. Да, это сложно проходить, но мод всё-таки интересно сделан. Даже анимация прятания в кирпиче есть. Так, только не говорите, что это опять тот же самый уровень. Да, нас перекинуло обратно на тот уровень. Так, это... Э, куда? Тут как-то... Понастроено немного странно. Надо помедленнее щёлкать. Вот так. Вот так. Тут некоторые уровни, так сказать, на... По одному направлению идут. В программном смысле. То есть вот эти два... То есть в первом сезоне у нас два уровня, по сути, только. Опа-на! Офигеть, какой крутой мат! Ладно, давайте... Так, сегодня надо... Выйдем, перезапускаем этот мод. Перезапускаем. Посмотрим, что тут ещё. Ну, давайте тут запустим. Хотя, что-то какой-то... Да-да, мы это поняли. Короче, такой вот модик у нас. Который состоит всего лишь из двух уровней. Основных. Если не считать обучающие. Уровни сделаны красиво. Вот это вот по Майнкрафту, конечно. Хотя, мне кажется, это откуда-то взято. Потому что я где-то это видел. Но вот анимация даже есть. Прятание в кирпичи. Какой-то николь. Прикольно. Но всё-таки то, что два уровня и большинство из них по одному направлению идут. И игра даже вылетела. Короче... Блин, вот я даже не знаю, что поставить-то. Ну, не... Давайте минус. Потому что всё-таки, по-моему, откуда-то слизан. Слизанная-то комната с кирпичами. Могу ошибаться, если что. Но, по-моему, я где-то уже такое видел. Серьёзно. Так что, кроме минуса, ничего поставить тут не могу. Ну, в общем. Такой вот сегодня был выпуск с модами. У нас... У нас есть... У нас ещё четыре мода целых есть. Неснятых. Они будут в следующих выпусках. Ну, а на этом всё. С вас, Лейко, с подписосой. А с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на... В группу ВКонтакте. И... На стримовский канал. Чтобы не пропускать прямые эфиры. Ладно, короче. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok